12-13 мая, посещая Ферганскую область, руководитель страны дал свои рекомендации по дальнейшему развитию региона. Было подчеркнуто, что необходимо в полной мере реализовывать имеющийся потенциал, внутренние возможности во благо народа. Так, в 2022-2023 годах в области будут реализованы более 1200 инвестиционных проектов в промышленности, сфере услуг и сельском хозяйстве. При этом роль драйвера отведена химической, текстильной, кожевиной, фармацевтической отрасли, индустрией струи и материалов. План намеченных работ в рамках реализации поставленных президентом задач ответственные лица обсудили в рамках организованного семинара. Посетили и ряд объектов. Фергана – это переплетение тысячелетней истории и процессов современной жизни. Здесь, наряду с историческими достопримечательностями, ремесленными мастерскими, развивается современная инфраструктура, экономика региона. Сегодня во главе угла стоят важнейшие задачи, направленные на реализацию инициатив президента Шавката Мерзиёева, выдвинутых в ходе визита главы государства в Ферганскую область 12-13 мая текущего года. Это, в частности, создание новых рабочих мест, работа с населением по системе «Махалабай», развитие садоводства и виноградарства. В семинаре, организованном с целью своевременного выполнения поставленных задач, приняли участие представители соответствующих министерств и ведомств, хакимы областей и районов, их заместители по вопросам инвестиций и внешней торговли, а также сельского хозяйства. Первый адрес на маршруте участников семинара – предприятие «Фергана Глобал Текстайл», проектная стоимость которого составляет 71 миллион евро. Производственная мощность – 13,5 тысяч тонн пряжи и 9 миллионов метров высококачественных тканей в год. Сегодня здесь работают 2200 местных жителей. Три руководителя области обратились ко мне, спросили, могу ли я организовать такую же работу у них в регионе. Конечно, мы готовы. Мы должны воспользоваться теми возможностями, которые создает для нас президент. Должен оправдать его доверие. Как известно, в ходе визита в Ферганскую область глава нашего государства ознакомился со строительством текстильного комплекса в Куштепинском районе проектной стоимостью 120 миллионов евро. И запуск данной мощности был очень важен, поскольку он позволит довести экспортный потенциал кластера до 100 миллионов евро в год. Ещё один важный аспект. Компания ведёт работы по освоению 7 тысяч гектаров земли в Бузатаусском районе республики Каракалпакстан и созданию там хлопкого текстильного кластера. Ферганская область прикреплена к Бузатаускому району Каракалпакстана. Мы посредством освоения 7 тысяч гектаров земель в Бузатау хотим создать хлопкого текстильный кластер. Поговорили и по этому поводу. Договорились о планах. Следующий адрес – молодёжная промышленная зона в городе Маргелане, расположенная на 7 тысячах гектарах. Здесь поэтапно реализовываются 28 проектов текстильной, кожевино-обувной, мебельной и пищевой промышленности. Сегодня 12 из них уже запущены. Всего здесь будет создано более тысячи рабочих мест. Очередная локация – виноградная и садоводческая плантация, расположенная на тысячах гектарах земли в Махале Кургонча. Общая стоимость данного проекта составляет 102 миллиарда сумм. В частности, он был реализован за счёт кредита в размере 73 миллиардов сумм от Агробанка и 18 миллиардов сумм из местного бюджета, а также средств Всемирного банка в размере 1 миллиона долларов. Во время визита руководителя страны 4-5 февраля прошлого года Агробанку и Хакимяту в Алтарыгском районе поставлена задача по созданию виноградников и выделению их людям на основе коопераций. С целью системного подхода к этому вопросу мы проводим работу на тысячи гектарах в Алтарыгском районе, в результате чего будет обеспечена занятость 3 тысяч человек. Здесь же будут созданы кооперативы, будет внедрена система гарантированного выпуска продукции, в результате чего повысится экспортный потенциал района и будет возможность выпускать другую продукцию. Для обеспечения надлежащего водоснабжения здесь было вырыто 14 вертикальных оросительных сквашин, построены водохранилища, внедрена система капельного орошения, установлены насосы, проложена линия электропередач, на 560 гектарах освоенных земель установлены бетонные опоры, высажен виноград. Участникам семинара была представлена подробная информация об автоматических системах полива и органических удобрениях, высаживаемых виноградах, а также о процессе кредитования в реализации подобных проектов. Своим опытом поделились и местные предприниматели, работающие в сфере логистики плодовочной продукции. Следует отметить, что каждый регион Узбекистана обладает достаточным потенциалом для подобных перспективных проектов. Сурхандаринская область также не исключение. Кластеры почти тысячи гектаров. Есть свои преимущества. Могу сказать, что это большое умение использовать имеющиеся возможности. Урожай винограда можно получить только через три года. Потому между рядами сажают другие сельхозкультуры. И это большой опыт. Свою эффективность показывает и капельное орошение. Сурхандаря – степная местность. У нас очень много земель, которые стали непригодными. В этом году мы запланировали освоить 7 тысяч гектаров степной местности. Планируем эффективно использовать все возможности, чтобы обеспечить работу незанятых граждан. На семинаре были презентованы доклады по вопросам освоения степных земель, организации кластеров в области виноградарства и системы выделения виноградников населению, внедрение водосберегающих технологий, посадки продовольственных культур между рядами винограда. Около 4 тысяч человек трудоустроены. Это говорит о важности данного проекта. В Джизакской области мы начали работу по реализации проекта. По Джизакской области есть отдельное постановление, но этот проект, его социальная значимость, очень велика. Могу сказать, на основе примера Алтыарыкского района. В пяти районах нашей области до конца года мы надеемся освоить около 3 тысяч гектаров земли и обеспечить работой населения. Следующая локация – промышленная зона гончарного искусства в Рыштанском районе. Здесь на 72 предприятиях общей стоимостью 75,8 миллиардов сумм, работа обеспечена 7200 человек. Из привычной всем красной глины выпускают керамические изделия, мебель, тротуарную плитку, двери, рамы из пластика. Участники семинара также ознакомились с деятельностью семейного предприятия, где трудоустроено около 800 женщин. В 2021 году компания экспортировала в Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан фарфоровых изделий на 791 тысячи долларов. А это ещё одно предприятие, с деятельностью которого ознакомились члены рабочей группы. Год здесь выпускается керамической продукцией на 8 миллиардов сумм. Также компанией реализуются и другие инвестиционные проекты, направленные на расширение и модернизацию деятельности. Новый проект стоимостью 5 миллиардов сумм позволит создать 147 дополнительных рабочих мест. К тому же 700 безработных женщин будут обеспечены надомным трудом. В данной промзоне функционирует ещё одно семейное предприятие. Свою продукцию, а это в год примерно 15 миллионов долларов, планируют экспортировать в Европу и страны Балтии, США и Россию. Большое спасибо нашему президенту. Увидев изменения в Фергане, мы сделали для себя соответствующие выводы. Конечно, за каждым объектом лежит большой труд. Для нас опыт Ферганы — это как школа. В Янгиарыгском и Кушкупырском районах области у нас есть все возможности. Сырьё для выпуска керамических изделий. Только нам нужно научиться, как это реализовывать, чтобы такие предприятия также действовали в Харизмской области. Центр лёгкой промышленности и логистики, строящийся в Учкупырском районе, — следующая локация посещения. Этот комплекс также является результатом инициативы президента. В ходе визита в регион 4-5 февраля 2021 года глава государства пообщался с предпринимателями и тогда пообещал, что для них будет построен современный комплекс. Как результат, к настоящему времени по центру было выделено 15 гектаров земли, видео со строительством многоэтажного здания. Здесь расположится 316 производственных цехов, 336 магазинов, 560 точек торговли. Создаются два логистических центра. Жители пяти махалей этого района специализируются на швейном деле. Этот опыт наопределили для себя как приоритет. В Казалтыпинском и Кармонинском районах на Воинской области мы также можем применить этот метод. Члены рабочей группы также ознакомились с деятельностью комплекса по производству мебели в махале Чумбау-Гашпу-Вадинского района. Ожидается, что с выходом комплекса на полную мощность здесь будут работать более 3700 человек. Участники семинара также посетили Махалю-Каракум Кувинского района, где расположена плантация РОС. Они были проинформированы о системе организации цветочных кооперативов и прикреплении их к населению через аукционы, а также агротехники выращивания семян и саженцев РОС. Так как я сам из Фирганы видел всё своими глазами. Специалисты Кувинского района этот опыт получили из столичной области. Они отнеслись к делу с научным подходом. На основе тех задач, которые выдвинул президент по виноградарству и по выращиванию граната, приглашаем людей в Ташкентскую область. Работаем в сотрудничестве с Фирганской областью, так как наши климатические условия очень схожи. Ещё один перспективный проект был реализован в городе Кувасаи. Здесь обществом с ограниченной ответственностью УССИГАНГ осуществляются работы по широкому внедрению системы кабельного орошения. Проект стоимостью 44 миллиарда сумм включает в себя сады на 500 гектаров, в том числе 450 гектаров вишнёвых, 20 гектаров персиковых и 30 гектаров абрикосовых садов. Ожидается, что в ближайшие четыре года экспортный потенциал данного предприятия достигнет 100 миллионов долларов. Участники семинара посетили и строительную площадку массива Янги-Узбекистон в городе Фиргане. На территории площадью 300 гектаров планируется построить 298 многоэтажных домов. 80 из них будут возведены предпринимателями в текущем году. Кроме того, будут построены две общеобразовательные школы, три детских сада, медицинские учреждения, пункты торговли и бытового обслуживания, спортивный комплекс и мечеть. Важную роль в обеспечении занятости населения сыграет малая промзона на 50 гектарах. На площади в 70 гектаров в центре массива будет создан парк Янги-Узбекистон с искусственным озером. Ознакомились и с тем, как используется опыт развитых стран в строительстве, системе коммуникаций. Детально были обсуждены вопросы о своевременной реализации задач, поставленных главой государства в ходе посещения региона 12-13 мая текущего года. Безусловно, эти инициативы будут служить увеличению объёма экспорта, созданию новых рабочих мест, обеспечению благосостояния народа и стремительному развитию Ферганской области.